Акция «Диктант Победы» прошла и в Самарской городской думе. Что ждет победителей, узнали наши корреспонденты. Члены молодежного парламента, общественного совета, депутаты. Все они участники международной исторической акции «Диктант Победы», которая традиционно проходит по всей России. В этом году Самарская область – лидер по количеству площадок, на которых проводится диктант. Всего 1494 территории. Я считаю, что это очень важно, потому что, во-первых, проверить себя, свои знания, знания о Великой Отечественной войне, данное во время социальной военной операции. Вопросы для диктанта составляло Российское военно-историческое общество. Формат испытания – 20 вопросов о Великой Отечественной войне и 5 вопросов, связанных с историей Куйбышева. Это замечательная идея, которая, так сказать, сегодня реализуется не только на территории нашего города, региона Российской Федерации, но имеет статус «Диктант Победы» уже международный характер. Это, в первую очередь, дань памяти, это дань ветеранам, которые, так сказать, сегодня еще, пусть молодежи в составе, но живы. Участникам акции, написавшим «Диктант лучше всех», предоставится возможность побывать на Параде Победы на Красной площади. Виктория Шарая, Полина Чулякова, Сергей Баскин. События.